Девушки отдыхают Историй, достопримечательности нашего замечательного, любимого, прекрасного, неповторимого региона Это, конечно же, Удамуртия Сегодня в нашей игре принимают участие команды Киасовского и Камбарского районов Давайте их поприветствуем и поддержим бурными овациями Ну что ж, дорогие команды, я вас приветствую лично Давайте познакомимся, кто к нам приехал И давайте начнем с команды Киасовского района Печникова Марина Васильевна Я работаю в Киасовской детской библиотеке Замечательно, кто с вами приехал? Я Баранов Иван Юрьевич, директор льдебайской школы Киасовского района Замечательно, пожелаем вам удачи и смотрим визитку Киасовского района Киасовский район расположен в южной части Удмуртской республики На востоке граничит с Сарапульским, на севере с Молопургинским районами Удмуртии На западе и юге с республикой Татарстан Площадь района чуть больше 800 квадратных километров Около пятой части территории покрыто лесами Доля сельскохозяйственного производства составляет 80% от общего объема выпускаемой продукции Район считается одним из экологически чистых в Удмуртии Больше половины жителей русские Удмуртии составляют 40% населения Ну что ж, познакомились с участниками команды Киасовского района Познакомились с Киасовским районом И переходим к вашим соперникам Ваши соперники – это команда Камбарского района Кто к нам приехал защищать честь Камбарского района? Каратаева Марина Анатольевна Я работаю в Центральной библиотеке Библиограф С вами кто приехал? Меня зовут Попова Наталья Николаевна Работаю в школе учителя Будем знакомы и смотрим визитку Камбарского района Камбарский район расположен в юго-восточной части республики Западная граница района проходит по реке Кама В 2017-м здесь был введен в эксплуатацию автомобильный мост Благодаря чему путь, например, из Ижевска в Уфу сократился на 150 километров Основание Камбарки связано со строительством литейного завода на реке Камбарка Район всегда был на особом счету Его географическое положение и ориентированность на крупное промышленное производство Выделяли его из числа других районов Удмуртии Пруд, искусственный водоем на реке Камбарка, тоже сделан для нужд железоделательного завода В пруду водятся щука, карась, окунь, еж и платва На территории района находится ряд исторических памятников Вот памятник инженерного искусства середины XIX века Заводская плотина Ее длина 800 метров Знаменитой районной Шольинской росписью Сувенирная продукция местных умельцев была популярна не только на территории России, но и в странах СНГ Самовары и чайные сервизы на основе художественных приемов хохломской росписи Сейчас в рамках проекта «Шольинская роспись» эту красоту хотят возродить Идут бесплатные занятия по обучению старинному мастерству Ну что ж, познакомились с районами, познакомились с участниками Я вам пожелаю удачи Итак, переходим к нашему первому испытанию И наше первое испытание называется «Кто кого?» Итак, конкурс «Кто кого?» Команды, внимание на экран Первый вопрос Какая река самая длинная в Удмуртии? Кама Вятка Иш Команда Киясовского района у нас была первой Итак, какая река самая длинная в Удмуртии? Иш Река Иш, вы считаете, да? Вынужден вас огорчить, к сожалению, это неверный ответ Команда Камбарского района, как вы считаете? Кама Да, действительно, река Кама является самой длинной в Удмуртии Продолжаем дальше Второй вопрос С кем не граничит Удмуртия? Кировская область Башкортостан Чувашия Команда Киясовского района оказалась на этот раз первой Чувашия Да, действительно, с Чувашией республика Удмуртия не граничит Продолжаем дальше Третий вопрос Внимание на экран В каком районе проводят перевозненский засольник? Варианты ответов Водкинский Сарапульский Глазовский А вот на этот раз команда Камбарского района опередила команду Киясовского района И так, какой же это район? Водкинский Действительно, это Водкинский район, правильно Продолжаем дальше Следующий вопрос Внимание на экран Какое дерево наиболее распространено на территории Удмуртии? Варианты Ель Береза Тополь Команда Киясовского района была первой И так, это дерево Мы считаем, что это ель Да, правильно Действительно, это ель Елка в простонародье И так, пятый, завершающий вопрос В тридцать первом году в Ижевске открылся первый театр Какой это был театр? Варианты ответов Русский драматический театр Удмуртский драматический театр? Ну что ж, дорогие участники, мы приступим к самому сложному этапу игры районов Ну, это я так считаю, может, для вас она окажется самой простой Которая называется пинг-понг Итак, конкурс пинг-понг Итак, конкурс пинг-понг И первым право задать вопрос у нас получает команда Киясовского района Пожалуйста Близ села Первомайский на Святом Ключе расположена часовня святых мучеников Флора и Лавра Святых почитали как покровителей домашнего скота, в частности, лошадей Что и для чего окропляют ключевой водой 31 августа в настоящее время Итак, минута для Камбарского района начинается Там рядом растут деревья, и из этих деревьев потом снимают листы, сдирают листы И это листы кормят животных И все, потому что что-то они у них подъедут Но получается, наверное, что они освещают деревья, которые уже рядом, потому что в принципе вот Деревья-то, вот, простите И, говорит, снимают эту листу, потому что они почти потом остаются в секунду Мы готовы отвечать? Можете нажать кнопку Это чисто символически Итак, ваш ответ Отвечаю я Там рядом со святым источником растут деревья И 31 августа специально приезжают для того, чтобы сорвать листву с этих деревьев Накормить животных своих домашних, чтобы они не хворали, не болели И что вот эти святые, они дадут им здоровье Поэтому мы считаем, что освещают деревья, с которых потом снимают листву Интересный вариант ответа, но я обращаюсь к команде Киасовского района И у нас ответ другой Так, какой ответ? Ключевой водой окропляют новые автомобили, чтобы не было аварий и поломок Вот такая вот интересная традиция А когда не было автомобилей? Традиция завелась в Киасовском районе Именно очень много автомобилистов едут в 32 августа Где Ершовка Камбарского района на берегу Камы стоит крупнейший храм Николая Чудотворца Легенда гласит о том, что купец Семен Татарских и ершовская девушка Пелагея полюбили друг друга Но купцу не разрешили родителей венчаться И поэтому Семен Татарских украл невесту И во имя искупления греха, то, что их не благословили родители Он построил вот эту Никольскую церковь С этой достопримечательностью одно из произведений Александра Грина связано Вот каким образом? И какое произведение, скорее всего, надо указать, да? Итак, вопрос прозвучал, минута для команды Киасовского района начинается С надеждой Надежда, опять же, в будущем Надежда на возвращение Надежда на выпуск Если вы готовы отвечать, то можно нажать кнопку Ну, мы думаем, что у Грина это произведение «Алые паруса» Что Асоль ждала своего возлюбленного, надеялась на встречу Надежда, встреча Надежда, любовь, верность, да? То, что Пелагея ждала Что встреча эта произойдет через все невзгоды Произведение было указано верно Но я вот обращаюсь к команде Камбарского района И прошу зачитать правильный ответ Потому что будущий писатель в это время работал в порту Сарапульском И он видел строительство этой церкви Слышал легенду И, вероятно, с Сарапульси и мы тоже поддерживаем то Что все-таки навеяла эта легенда На создание такого произведения Про Грия и Асоль Ответ не был дан полноценный Поэтому команда Камбарского района Не засчитывает ваш ответ как правильный К сожалению, увы и ах Ничего страшного, продолжаем дальше Итак, команда Киасовского района Ваш второй вопрос, пожалуйста В 2002 году в деревне Старая Сарья Киасовского района Была снята одна из первых реалити Удмуртских реалити-шоу Назовите, пожалуйста, это шоу Вопрос понятен? Минута для команды Камбарского района начинается Можно уточнить вопрос? Российский или... Российская или... На Удмуртском телевидении Трансфера Если готовы отвечать, то пожалуйста Итак, отчет мы останавливаем Команда Камбарского района готова Затрудняемся ответить Увы У команды Камбарского района нет ответа Реалити-шоу называлось По соседству мы живем Понятно Транслировалось Видели, смотрели, наверное Да Только именно с вашим районом не смотрели Более того, как раз на телерадиоканале Удмуртия Снимался этот замечательный проект И даже была вторая часть этого замечательного проекта Продолжаем дальше И завершает конкурс пинг-понг С последним вопросом Команда Камбарского района Герб Камбарского района Представляет собой разделенный на три части щит Щит указывает, что Камбарка Старинный демидовский уральский город Золотой пояс аналогичен Пересекающимся родовой герб демидовых Зеленый пояс означает Надежду на лучшее, радость и изобилие Лазаревый цвет Это цвет водной стихии Символ красоты и величия Говорит о множестве рек в нашем районе Что означает переплетение черного цвета? Итак, вопрос понятен Да, и можно отвечать Пожалуйста Давайте нажмем кнопку, чтобы было по традиции нашей игры Минута не потребовалась Команда Киевского района готова с ответом Итак В фильме мы видели плотину Это ограда чугунная Которая находится на плотине Из инженерных работ 800 метров длина этой ограды Была построена в середине 19 века Да, есть? Это ваш ответ Это чугунная ограда, да Плотины Ростопримечательность Команда Камбарского района Подтверждает и говорит Да, я вас поздравляю Вы ответили верно Ну что ж, вот на этой вот хорошей ноте Я предлагаю завершить, по моему мнению Самый сложный из этапов нашей игры Под названием пинг-понг А далее будут приятности Приятности музыкального плана Антракт, дорогие друзья Если небо хмурится в душе тучи Позови друзей и станет мир лучше Как это просто, что нет вопросов Если рядом верные друзья Вместе будем мы, и значит мы сила Вместе эту жизнь мы проживем красиво Долой ненастье, желаем счастья И любви на долгие года Все у нас получится Все у нас получится Сбудется прекрасная, светлая мечта Все у нас получится Все у нас получится Загорится самая яркая звезда Важные дела нам предстоит сделать За руки возьмемся, да вперед смело Пусть скажут люди Какое чудо Счастье ощутить мгновения Если небо хмурится в душе тучи Позови друзей и станет мир лучше Как это просто, что нет вопросов Если рядом верные друзья Все у нас получится Все у нас получится Сбудется прекрасная, светлая мечта Все у нас получится Все у нас получится Загорится самая яркая звезда Сбудется прекрасная, светлая мечта Сбудется прекрасная, светлая мечта Все у нас получится Все у нас получится Все у нас получится Загорится самая яркая звезда Загорится самая яркая звезда Загорится самая яркая звезда А мы продолжаем игру районов И у нас сегодня в студии Киясовский и Камбарский районы Переходим к завершающему этапу Нашего состязания Который называется Даур А прежде чем Как мы начнем Эту часть нашей игры Давайте поддержим Наших участников Еще раз Пурными овациями Потому что они Очень и очень В этом нуждаются Ну что ж Финиш нашей программы Конкурс Даур В год столетия Удмуртии Жители республики Выбрали 100 главных достопримечательностей Все они были включены В туристический проект Маршрут под названием Даур Итак, переходим к конкурсу Даур Уважаемые команды Внимание на экран Первая картинка Команда Киясовского района У нас оказалась первой Итак, как вы считаете? Это галерея деревянных скульптур В поселке Игра Этого достаточно Да, действительно Вы дали правильный ответ Расположен В игре деревянные скульптуры Выполнены местными мастерами В 15-м году В каждой фигуре Воплощены мифы Легенды Удмуртского народа Ну что ж, продолжаем дальше Вторая картинка Внимание на экран Вновь команда Киясовского района Опередила команду Камбарского района Как вы считаете? Что же на экране? Это Не Сарапул Город Сарапул Так Купеческий дом Купеческий дом Вы считаете? К сожалению, это Неправильный ответ Ход переходит К команде Камбарского района Так что же у нас на экране? Это город Ижевск Школа имени Свободы В которой учился Евгений Максимович Кунгурцев Да, действительно Это правильный ответ Расположено Это здание В центре города Ижевска Рядом с центральным рынком Продолжаем дальше Внимание на экран Третья картинка Вновь команда Киасовского района Опередила соперников Что же на экране? Это город Ижевск Так Памятник Погибшим Великого Часовного войну Это не верный ответ Потому что вы ошиблись с городом Эта достопримечательность Находится в другом месте Обращаюсь к вашим соперникам И что же изображено На картинке? Памятник Находится в городе Можге Так Сейчас там идут ремонтные работы Вот я в августе буквально Там была Рядом была Да, действительно Мемориал воина Можгинцам Погибшим на фронтах Великой Отечественной войны Памятник Располагается В сквере Победы Города Можге Центральной фигурой Мемориала является Скульптура воина Склонившего голову И опустившего К ногам Вину Далее продолжаем Итак, четвертая картинка Внимание На экран Вновь команда Киасовского района Оказалась Первой И так Что же мы видим На экране? Это Дом-музей Так, правильно Кого? Чего? И где? Кузибай Герд Кузибай Герд Кузибай Герд Кузибай Герд Итак, дом-музей Кузибай Герд К сожалению Нет, к сожалению Это Неправильный Ответ Итак, я снова Обращаюсь к вашим соперникам И что же у нас На экране? Это Алнаши Это дом-музей Геннадия Красильникова Да, правильно Правильно Действительно Это дом-музей Геннадия Красильникова Находится В селе Алнаши В музее Находятся 263 предметы Которые рассказывают О жизни И творчестве писателя Итак Следующий Вопрос Следующая картинка Внимание На экран Команда Комбарского района Это город Ижес Пивоваренный завод Бодолёва Ну и вон Летний сад Имени Горького Позади Вы даже две Достопримечательности Назвали своим Ответом Но мне достаточно одного Да, действительно Это пивоваренный завод Бодолёва Находится на берегу Ижевского оборудования Пивомедоваренные Корпуса завода Представляют собой Единственный Ижевский образец Промышленного сооружения Данного типа Выполненный В стиле модерн Ну что ж Дорогие друзья Вот этим вопросом Всё что ли Да, действительно Не успели начать Как игра у нас завершилась На лицах Участников команды Комбарского района Удивление Неужели всё закончилось Да, действительно Можно теперь Расслабиться Вопросов Больше уже Не будет Но у нас В программе Такая добрая традиция Уже завелась Что участники команд Приезжают не с пустыми руками Есть подарочки Я вижу что на столах Они уже Лежат и стоят Чем порадуете Друг друга Давайте начнем с команды Комбарского района Ну как прозвучало В видеоролике Про наш район О том что У нас в районе Возрождается С помощью проекта Шулинская роспись Вот такое Искусство Искусство росписи по дереву Надо Надо Начать с истории Что Еще в советское время В селе Шулья Был Леспомхоз И Там Выпиливали Заготовки Расписывали их И Шулинская роспись Была известна Не только в республике Но и в России И вот Вам Разделочная доска В подарок И как сувенир От Комбарского района Замечательный После игры Обязательно Обменяйтесь Подарками А что же в ответ Подарит команда Киясовского района Наш район Этот Сельскохозяйственный И Мы дарим вам Мальчик Колосок Это Символ Летних Республиканских Игр Которые проходили В нашем Селе Киясово В восемнадцатом году Мы желаем вам Ну Колос Это Символ Единения Дружбы да Мы Желаем вам Благоденствия Спасибо большое Еще у нас есть книга Петра Кривоногова В нашем районе Родился Замечательный Художник-баталист Петр Кривоногов 25 сентября Отмечали 110-летие Со дня его рождения И вот эту книгу Она Выпущена В 2010 году К столетию Мы дарим Вам эту книгу Читайте и знайте Про наш район Про этого Замечательного Художника Ну что ж Замечательный Подарок Тем более Люди знают Люди бывали в ваших краях Спасибо за подарки Совсем скоро Мы подведем Итоги Нашей игры И узнаем Кто же Победил В нашем сегодняшнем Состязании А пока Я чувствую Что волнение присутствует Давайте немножко успокоимся Сделаем музыкальную паузу Антракт Продолжение следует... Продолжение следует... Поautами Художников Художников Уель uso Ой Папешка Улока Усун Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем пока!